МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная криминальная тема этой недели. Несчастный случай или жестокая расправа? Известны подробности исчезновения 7-летней девочки. Сколько в час? У любителей экзотики теперь выбор меньше. 9 ночных бабочек отправятся на родину. В чем-то я не прав. Но хватит ее до выписать. Не видят, не страдают. Печальная ода о водке. В современном мире поведение личности колеблется от пика гуманности и жертвенности до маргинального поведения криминальных элементов. Почему так? И что делать нам, взрослым, если мы стали свидетелями агрессивного или просто некультурного поведения? Не каждому ребенку и тем более подростку можно сделать резонное замечание. Вот вам пример. Кораблинским МСО завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого, 17-летнего юноши, которого обвиняют в покушении на убийство. Ему тоже в свое время напомнили о морали. По версии следствия, вечером 13 марта этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде одного из домов города Краблино, решил убить знакомого мужчину из чувства мести. Ранее этот мужчина пресек противоправные действия несовершеннолетнего, вызвав по телефону сотрудников полиции, в результате чего юноша был привлечен к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. Юный мститель забрался в жилище мужчины и несколько раз ударил его кухонным ножом. К счастью, пострадавший оказался не робкого десятка, и даже в таком состоянии вытолкал злоумышленника за дверь. Подросток ожидает приговора суда. Пять лет и два месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима получил мастер тату-салона. Дело в том, что клиентов 28-летнего рязанца интересовало не только его творчество, а мужчина сбывал наркотики в крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, индивидуальный предприниматель сначала сам приобрел пагубную привычку, потом подсадил на наркотики свою девушку, а вскоре появились и постоянные покупатели. Даже временное мера пресечения в виде подписки о невыезде не остановила фигуранта уголовного дела. Через несколько месяцев он возобновил сбыт наркотиков уже через интернет. Приговор вступил в законную силу. Продолжаем тему. Звонки по телефону, прекрасные встречи, письма от руки – все это исчезает. Не удивлюсь, если будущее поколение назовет это каменным веком. Все прежние формы общения изжили себя, каковысь двулетней давности. И если бы только речь шла о потерянном времени. Слишком увлеченные перепиской могут потерять свободу. В августе этого года следователи возбудили очередное уголовное дело по материалам проверки Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Несовершеннолетний юноша через онлайн-сервис ICQ договорился о покупке дозы спайса. Сбытчик отправил клиенту фото с места закладки и указал номер Киви кошелька. Но воспользоваться товаром покупателю так и не предоставилось возможным. Как показали назначенные в ходе расследования экспертизы, что молодой человек длительное время употребляет наркотические средства, нуждается в специальном лечении от наркомании. Родители его не подозревали о том, что ребенок употребляет наркотические средства. Даже не думает, что он может их попробовать. И это наталкивает на размышления, как так получилось, что подростка из благополучной семьи, обучающегося в престижном учебном заведении, вычислили только полицейские. Куда смотрели его близкие преподаватели? Последствия употребления спайсов видны невооруженным глазом. Присмотритесь к своим детям, пока их еще можно спасти. Обидчику человека в форме кажется, что такая уж доля у сотрудников полиции безропотно выслушивать все наши претензии и сдержанно и вежливо на них реагировать. А, собственно, почему должно быть так? Полицейский такой же человек, у которого житейских проблем не меньше вашего, а взаимные претензии можно выразить и без использования ненормативной лексики. За оскорбление представителей власти, согласно статье 319 Кодекса Российской Федерации, гражданам грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 180 суток, либо исправительные работы на срок до одного года. Какое наказание получит разбушевавшийся резанец, пока неизвестно. А история такова. Мужчина приехал регистрировать свой автомобиль, и все шло хорошо до тех пор, пока его пьяный пассажир не начал во всеуслышание хамить сотруднику ГИБДД. Вот так просто и по глупости можно стать фигурантом уголовного дела. Учитесь на чужих ошибках. Стали известны подробности исчезновения 7-летней девочки. Напомню, с 2013 года она вместе с родителями проживала в деревне Верки Кадамского района. Но на протяжении следующего года старшего ребенка никто не видел. На вопросы соцработников, преподавателей и сотрудников поликлиники мать и отчим уклончиво поясняли, что дочка гастит у бабушек. Однако там ребенка не нашли. Как только начались поиски, исчезли и сами родители. Обнаружили беглецов в Ленинградской области. Только тогда они дали признательные показания. По словам матери, год назад с Русланой произошел несчастный случай. Она неудачно упала и скончалась. Родители якобы испугались обвинения в свою сторону, учитывая, что мать девочки уже была судима. И приняли решение расчленить тело ребенка и сжечь в печи. Интересно, что в семье воспитывается еще двое детей. И даже любопытные соседи до сих пор в шоке. Им казалось, что малыши в надежных руках. Родители производили впечатление благополучных. И, казалось, хорошо относились друг к другу. Сейчас родители погибшей девочки доставлены в Рязань и арестованы. И есть подозрения, что появятся новые подробности трагедии. Ну а сейчас немного важных цифр для тех, кто предпочитает развлекаться с несовершеннолетними девочками. Максимальное наказание за секс с девушкой до 16 лет – 4 года тюрьмы. За ребенка до 14 лет можно от звонка до звонка отсидеть 10. Следует отметить, что несмотря на добровольный характер, совершаемые действия против половой неприкосновенности несовершеннолетних являются уголовно наказуемым деянием. При этом законодатель последовательно ужесточает строгость наказания. И даже это не останавливает. Только за последний год возбуждено 7 уголовных дел, 5 из которых уже направлены в суд с обвинительным заключением, когда молодые люди вступали в интимные отношения с девушками, не достигшими 16 лет. Даже юношеская любовь должна подчиняться определенным правилам. Поэтому на досуге на всякий случай поинтересуйтесь, сколько лет вашей подружке. А заодно задайте вопрос себе, готовы ли вы попасть за решетку ради нескольких минут подобного удовольствия. Сегодня на любом рынке услуг серьезная конкуренция. Всем подавай экзотику. Эти очаровательные девушки сами выступают в роли товара. Главное, чтобы клиенты платили. Рязанские полицейские задержали 9 уроженок Нигерии, которые работали в сфере оказания интимных услуг. Жили и трудились, жрицы любви в доме на московском шоссе. Проститутка работаешь? Да. Давно? Нет. Ну сколько? Месяц? Год. Месяц. Ну сколько? В час? Сколько ты денег брал? На квартиру, две писяцы. Стесняются перед видеокамерой, но четко на ломаном русском озвучивают пресс-курант. Что заставило девушек зарабатывать таким способом, так и осталось за кадром. Любвеобильным иностранкам грозит депортация на родину. И еще одна информация. Парламентарии предлагают последовать опыту продажи сигарет и убрать с прилавков спиртное. В прошлом году Госдума отклонила предложение продавать алкоголь в отдельных магазинах. Но, кажется, борцы за трезвость отступать не намерены. Тем более, мир-то беззатратный. Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент, фамилию забыл, так и пишет. Напивайтесь. Полезно. Ну коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуды, от травматизма сосуды расширяет, сужает любые. По мнению слуг народа, реклама и правда творит чудеса. Покупатель приходит за хлебом, видит водку и тоже ее покупает. Вырабатывается лояльно отношение к этой продукции. Следовательно. Стакан спиртного губит в нашем мозгу приблизительно тысячу нервных клеток, которые, кстати, не восстанавливаются. История употребления крепких спиртных напитков уходит в такую глубокую древность, что докопаться до истоков и причин этого явления теперь невозможно. Пьянство возникло намного раньше письменности, но в России оно никогда не являлось чем-то само собой разумеющимся. Несколько столетий русскому человеку категорически не нравился вкус губительного нектара. Проанализируем ситуацию с точки зрения высшей математики. В мозгу насчитывается около трех миллиардов клеток. Работает из них только 10%. Следовательно, 2 миллиарда 700 миллионов лишние. Поощрять заморский спирт начали с легкой руки Петра Первого. А пьянство, которое наблюдается сейчас, пережито к советской эпохе. Что-то вроде последствий метода кнута и пряника в отношении пьющих людей. Стакан тысячи клеток. Значит, человек без вида может употребить 2 миллиона 700 тысяч стаканов. В пересчете на водку 2,5 стакана – бутылка. Следовательно, 1 миллион 80 тысяч бутылок. Практически каждые 12-15 лет правительство ужесточает политику распространения спиртных напитков. Но что такое сухой закон для тех, кому и море по колено? Тем более само государство то и дело вносит послабление в законы. Как ни крути, а доля дохода в казно в продаже алкоголя львиная. Значит, если учесть, что стаж пьющего человека приблизительно 40 лет, переводим в дни. 40 лет на 365 дней. Получается 14 тысяч дней стажу. Дозу делим на дни. 1 миллион 80 тысяч бутылок делим на 14 тысяч дней. Получается 77 бутылок водки ежедневно. Печальнее всего, что на периферии народ пьет, что подешевле – суррогат, пиво на разлив, самогон и так далее. А значит, чаще страдает от отравлений. Между регионами идет соревнование по принятию жестких ограничительно-запретительных мер. Но они, к сожалению, не дали положительного эффекта ни в одной стране мира. Не дадут и в России. Единственное более-менее разумное решение – запрет ночной продажи алкоголя. На потребление, правда, не влияет, зато сокращает ночную преступность. Уже хорошо. Вывод. Умереть от недостаток леток можно, если ежедневно за завтраком употреблять 10 бутылок водки, на обед 40 и за ужином 30, что и требовалось доказать. Практически вся водка, которая производится в России, здесь же и выпивается. В прошлом году за рубеж отправилась лишь около 60 миллионов литров. Россия умудрилась упустить зарубежный рынок. В 2013 году аспиранты Высшей школы экономики города Москвы подготовили специальный доклад – оценка микроэкономических факторов употребления алкоголя молодыми людьми, заставившие о многом задуматься. Согласно подсчетам, сделанным аспирантами, экономические издержки от пьянства в России составляют 57 миллиардов долларов ежегодно. В докладе приведены еще не менее интересные факты. Так больше всего молодежь пьет не в деревне, как обычно думают, а в городе, причем в экономически более развитых районах с более высоким уровнем дохода населения. Таким образом, привычное представление о пьяницах не имеет ничего общего с действительностью. Более того, авторы доклада изучили поведение молодежи от 16 до 23 лет и обнаружили, что пик потребления алкоголя у молодых людей приходится на 19 лет в первый курс университета. Напрашивается вывод, что все наши беды... От недовыпивания, что и требовалось доказать. Когда медиков спросили, как лучше снизить отрицательный эффект от водки, они дали хороший совет – пейте лучше чай. А спаривать совет нет смысла, да только вряд ли ему последует в массовом порядке. Чай – это, конечно, хорошо, но если выпито немного – одна-две рюмочки с хорошей горячей закуской, точно по профессору Преображенскому, осмелитесь ли вы отрицать положительный эффект такого возлияния? На сегодня это все, о чем мы успели рассказать. Я напоминаю, мы продолжаем принимать ваши вопросы, адресованные юристам и сотрудникам всех структур и ведомств, с которыми мы работаем. Это, прежде всего, возможность получить грамотную, бесплатную консультацию прямо в эфире. Удачи вам на ближайшие 7 дней и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова